В Астане проходит Азиатско-Тихоокеанская министерская конференция по вопросам инклюзив и трансформации. В пленарной сессии приняли участие премьер-министр Олжас Бегтенов, заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь Эската Армидас Ался Алишахбана, а также правительственные лидеры и технологические эксперты. Главной темой обсуждения стало применение цифровых решений в таких важных сферах, как, например, промышленности и торговля. Волнует участников и вопрос информационной безопасности. Что еще обсудили на большом международном мероприятии и почему так важна и цифровизация в экономике? Узнаем в следующем сюжете. Экономическая социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана, или короткое СКТО, создана в 1947 году решением Организации Объединенных Наций. Она призвана содействовать социально-экономическому развитию государств региона. С выше 30 лет Казахстан является участником ИСКТО, и за годы сотрудничества охватили важные направления, включая охрану окружающей среды и управление природными ресурсами, инвестиционное сотрудничество, торговля, энергетику и транспорт, подчеркнул Бектенов на мероприятии. Цифровая инклюзия – это важный элемент, без которого невозможно достичь поставленных целей. Только через сотрудничество, обмен знаниями и лучшими практиками мы сможем обеспечить устойчивое и процветающее будущее для всех. Мы готовы делиться опытом и знаниями. В этой связи призываю поддерживать открытие в Казахстане Центра цифровых решений для устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его создание станет важным катализатором для развития эффективного регионального сотрудничества и сократит цифровой разрыв между странами. На сегодня более 90% всех госуслуг доступны для населения Казахстана с мобильных устройств. До конца 29-го года в республике планируется выстроить полноценную экосистему, которая обеспечит равный доступ населения и бизнеса к цифровым ресурсам. Активно развивает и цифровой шелковый путь, и применение современных технологий. Правильный и своевременный шаг отметили представители ООН. Цифровизация стала нормой. Она трансформирует наши экономики, открывает новые возможности для создания ценностей и изменяет общественные структуры, помогая решать ключевые задачи устойчивого развития. Однако цифровая трансформация также связана с экономическими, экологическими и социальными рисками невиданной сложности и неопределенности. В рамках конференции организовали выставку, где представили разработки республики в области цифровизации госуслуг и успешно используемые IT-решения. 1200 госуслуг в Казахстане оказываются в онлайн-режиме. Охвачено более 80% экономически активного населения. Гульнару Мэрова, Генизато Спанов, Айгер Мгеная, ТВТДК, 42.